Утро первых В поисках пантеры Ну, предлагаю вывести ее из тени, где она так хорошо прячется, и разобраться, что же это за зверь такой Почему черный в тренде в мире животных? Рассказывает Кристина Зелюскайте Это не шутка! Пятницу встречаем с Юрием Галаяном Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами И одновременно с этим завершает неделю С вами Дмитрий Петрухин Мы начинаем первоапрельское утро, друзья Конечно, шутка, конечно, розыгрыша может быть и нет Итак, давайте уже подумаем в ближайшие два часа, как мы сможем сегодня понять настроение своим родным и близким Придумаем какой-то интересный розыгрыш И кроме того, узнаем всю самую полезную и важную информацию Которая поможет нам быть в курсе всех важных событий И, конечно, быть в тонусе Итак, на очереди новости Улицы Шанхая снова опустили Из-за новой коронавирусной вспышки Китайские власти приняли решение ввести локдаун Причем крупнейший за последние два года Сейчас на улицах можно встретить разве что роба-пса Которая оповещает население о регулярном мытье рук и измерении температуры Российские врачи тоже опасаются начала новой волны Пока что в стране зафиксировано небольшое количество официальных случаев заражения стелсомикрона Александр Гинсбург уже призвал россиян ревакцинироваться Сахарная буря утихла Спрос на сахар в российских магазинах упал более чем в два раза По сравнению с периодом ажиотажа На этой неделе товар покупают еще меньше В Калуге также отмечается снижение ажиотажного спроса на сахар Электросамокаты признали транспортным средством Теперь на самокатчиков тоже распространяются правила ПДД При поездке на электросамокате водители обязуются соблюдать их Как и остальные участники дорожного движения К слову, только в прошлом году в России произошло больше 400 аварий с участием электросамокатов На реках области начался ледоход Поплыли Ака, Уграм, Протва и Жизра Они уже свободны На случай паводков в Калуге организованы пункты временного размещения жителей К работе готовы 280 человек и спецтехника Вообще специалисты не прогнозируют затопление Озвучена дата премьеры сериала приквела «Игры престолов» Дом дракона, основанный на романе Джорджа Мартина «Пламя и кровь» стартует 21 августа Вместе с датой создатели сериала представили постер с изображением драконьего яйца и подборку новых кадров События приквела происходят за 200 лет до начала «Игры престолов» и повествуют о расцвете империи Таргариенов в Эстеросе В Рязанской области построен мост через озеро Брейка Между прочим, этот мост построен на премию участницы конкурса «Большая перемена» Вот такие возможности есть у участников И сегодня мы поговорим с человеком, который выступал на открытии третьего сезона этого профессионального турнира В студии «Утро первых» преподаватель Калужского технического колледжа Галин Баранов Галин, доброе утро Доброе утро Приветствую Не с пустыми руками ты сегодня к нам пришла, кто-то к тебе присоседился Но, тем не менее, о конкурсе, о мероприятии ты участвовала в открытии Да, я участвовала в открытии Тебе довелось произносить речь перед теми, кто будет участвовать Какие идеи ты уже услышала, с какими идеями ребята приходят в конкурс? Чтобы попасть на открытие третьего сезона, был конкурс для онлайн-марафона Нужно было отправить либо эссе, либо видеовизитку на три темы Что такое «Большая перемена» моей жизни И как раз я прошла конкурсный отбор Попала в число 30 счастливчиков-наставников И где, спасибо большое организатору, мне посчастливилось говорить речь от лица всех наставников Что детям не надо бояться участвовать в этом конкурсе Они что, боятся? Да, потому что есть, оказывается, такой момент, как поддержка И поддержка нужна всем, как детям, так и наставникам И дети не должны бояться участвовать, потому что педагоги-наставники обязательно помогут Во всероссийском конкурсе «Большая перемена» Они найдут много новых друзей А также их ждет очень полезная образовательная программа А теперь об идеях, которые туда приезжают И с чем чаще всего связаны эти идеи С какими проектами социальными и полезными Что тебя больше всего удивило и порадовало? Как раз на открытии на онлайн-марафоне Ребята защищали проекты, которые работали над этим год И там был проект «Кислородная маска» Направленный на социализацию ребят, подростков, которые сидят в виртуальном мире А это как вид лагеря Что они там занимаются активностью И, соответственно, этот проект придумали сами школьники И защищали свой проект перед экспертной комиссией Неужели есть такая проблема и необходимость социализации детей и ребят, которые ушли в интернет-пространство безвозвратно? Да, конечно, это очень острая проблема Потому что, конечно же, виртуальный мир захватывает все больше и больше пространства И подростки не умеют грамотно распределять свое время То есть они путают уже реальность с виртуальностью Ну, вернемся к истории моста через озеро Брейка В Рязанской области действительно удивляет сам проект И то, что он был реализован благодаря молодым людям Казалось бы, но не очень интересная тема для ребят, которые сейчас погружены совсем в другое пространство А есть ли подобные проекты и как был реализован этот? Пока идет дальнейшая реализация, экспертная комиссия отсматривает проекты Проекты очень многогранны, начиная от моста Потому что дети как раз в своих регионах думают, что каждому региону нужно В чем они, допустим, нуждаются Большая перемена – это, так скажем, первый шаг для развития студенчества и школьников Мы в этом году, допустим, так знаете, такая большая перемена – это выпускной у студентов СПО А дальше начинается новый конкурс «Твой ход» Где выпускники и студенты СПО и, соответственно, студенты высших учебных заведений Могут принять участие и также претендовать на всевозможные призы от партнеров И, соответственно, денежные призы на реализацию конкретных проектов И мы с моей победительницей в колледже сейчас реализуем проект Как открытое пространство бизнес-инкубатор КТК Образовательная платформа, где как раз интеллектуальный потенциал талантливой молодежи Будет работать, как, знаете, взаимосвязь, такая экосистема между работодателями Национальными проектами, талантливой молодежью и различными кружками И, соответственно, это и поможет вырасти ребятам и вырастить, знаете, и возрастить свои идеи То есть, получается, молодой человек, который получает образование Он сразу понимает, какие структуры его могут забрать, куда он может уйти И уже на старте взаимодействует с ними, в том числе и с работодателями Да, сейчас в Москве на онлайн-марафоне проходило очень много тренингов Допустим, с нами занимались профессиональные коучи от Росатома Как раз которые показывали вектор своего личностного развития и вектор развития в проектах То есть, ребятам это очень полезно и также полезно нам, наставникам Чтобы потом помогать детям при разработке проекта Чтобы это был такой, знаете, не воздушный шар А это была конкретика и реализация, чтобы мы не уходили в сторону Вот в третьем сезоне ты также выступаешь наставником, помогаешь, это очень хорошо А какой проект готовите на этот раз? Какой проект, сейчас я не могу сказать Потому что у меня порядка 90 студентов изъявили желание, чтобы я была их наставником И у них у всех разные направления Отделай добро, создавай будущее, твори И я могу сказать, что будет очень много интересных проектов Так как летом в июне, а как раз регистрация будет до июня Хочу всем сказать ребятам, чтобы регистрировались быстрее и быстрее И в июне мы в колледже запускаем бизнес-лагерь Где как раз в этом бизнес-лагере мы и будем разрабатывать проекты, треки для большой перемены А кто это с тобой рядом? Это кот вжух Это символ большой перемены Но здесь такая история, что вот так вот вжух и все у ребят получится Кот вжух Хочу сказать, что мы помогали, так скажем, адаптироваться детям с Донбасса Наш клуб большой перемены, который мы открыли в своем колледже Принимал участие в конкурсе «Дай пять» И мы шили вжухов Шили, кто-то даже вязал Поэтому и всех этих замечательных котиков мы в скором времени отправим детям, которые находятся в Калужской области То есть это коллективная работа И вы свою любовь, тепло и доброту по отношению к детям, которые оказались в беде, вложили в этих котиков Да, да Слушай, замечательно, но вот не могу все-таки не вернуться к моменту рабочему Я думаю, что и вжух вам очень поможет и также примет участие Меня лично это взволновало, когда я узнал, что есть такая идея При учебных заведениях, среднеспециальных и технических, в том числе и разных Организовывать собственное производство Правда ли это и насколько это вероятно? Да, это правда На открытии третьего сезона министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов сказал, что уже планируется, так скажем, открытие Что профессиональные образовательные учреждения могут у себя открывать предприятия Чтобы ребята открывали свой уже бизнес Брали других студентов на практику То есть чтобы это не откладывалось на потом А чтобы ребята как раз вот в этой экосистеме и работали Спасибо большое за ту работу, которую проделываешь Я надеюсь, что в твоем полку прибудут ребята, которые также будут помогать развивать новые молодые поколения Спасибо большое Талантливые и работоспособные сама Вжух! И у нас все получится И все получится Начали сегодняшний эфир мы с котиков Вот Вжух пришел к нам в гости котиками и продолжим Сейчас переходим к блогу «Заомания» и мы прольем свет на жизнь черных пантер Всем привет! Из всего разнообразия кошек на нашей планете Черные пантеры всегда особенно восхищали и будоражили воображение людей Они встречаются в мифах, преданиях многих народов мира Им поклонялись, их считали лесными призраками за окраски и неуловимости А индейцы майя вообще верили, что люди произошли от ягуаров Черная пантера – существо таинственное Но предлагаю вывести ее из тени, где она так хорошо прячется И разобраться, что же это за зверь такой Начнем с того, что черная пантера – это не отдельный вид Пантера – латинское название рода крупных кошек Туда входят тигр, лев, леопард и ягуар Получается и царь зверей, и полосатый хищник, и пятнистые охотники – самые настоящие пантеры Но темно окрашенные особи встречаются чаще у леопардов и ягуаров Именно их и называют черными пантерами Необычный окрас – следствие генетической мутации Излишнее количество темного пигмента – меланина И делает шубки животных чернее грозовой тучи Так, магический туман на черной пантере немного развеялся Это просто большая кошка с темным окрасом В Азии и Африке – это леопарды, а в Центральной Южной Америке – ягуары Противоположность меланизму – альбинизм Это когда пигменты нет совсем В дикой природе эти мутации встречаются крайне редко И не сулят их обладателям легкой жизни Яркая окраска привлекает внимание хищников А если ты сам охотник, то незаметно подкраситься будет сложнее Для пантер меланизм не недостаток, а скорее преимущество Кошки чаще охотятся за ходом солнца А теперь представьте – хищника с шубкой цвета безлунной ночи Идеальный камуфляж Даже днем они научились охотиться, используя игру теней в лесу Леопарды-меланисты чаще всего встречаются в густых лесах Юго-Восточной Азии Там есть где скрыться На полуострове Малакка черный окрас почти у половины леопардов Их африканским сородичам повезло меньше На открытой территории саванны незамеченным остаться нелегко Но совсем недавно в Кении впервые за 100 лет удалось сфотографировать леопарда-меланиста Это скрытное животное, конечно, не позировало фотографу Все случилось благодаря камере-ловушке Ученые даже сначала не поняли, кто на фото Ведь леопард попал в кадр ночью На снимке виднелись лишь два сверкающих глаза Но ученые поработали с настройками и вуаля Их взгляда открылся не призрак ночи, а леопард-меланист Черные пантеры, кстати, не такие черные, как открытый космос или черная дыра Если хорошо приглядеться, можно увидеть пятна От своих обычно окрашенных сородичей черные пантеры ничем не отличаются Так что вполне могут создавать пары Плодами любви в таких союзах могут быть и темные, и пятнистые котята Самая известная в мире черная пантера – это, конечно же, Багира – персонаж Киплинга Автор книги «Джунгли» провел детство в Индии Его няня, местная женщина, обучила маленького Киплинга местному языку Эти знания и помогли писателю с выбором имени Багира в переводе с хинди означает леопард Что интересно, в оригинале персонаж Багира – самец Но в русском переводе книги Маугли он стал самкой Советские мультипликаторы усилили пропасть между книжной и экранной пантерой В мультфильме Багира – грациозное животное, бесконечно потягивающееся Она демонстрировала изгибы своего тела и говорила протяжным голосом с нотками мурлыкания Загадочность, граделивая постурь и, конечно же, наряд черных пантер Во все времена пленяли людей Древние племена практически благотворили их Сейчас мы знаем о пантерах больше Но это не уменьшает нашего благоговейного трепета перед ними Черный всегда в тренде Пока Как известно, начиная с 1967 года, именно 2 апреля, в день рождения Ханса Кристиана Андерсона Отмечается Международный день детской книги Этот день посвящен тому, чтобы мы привлекли наших детей к чтению И родили в них любовь к этому процессу Так и это на самом деле Любят ли современные дети читать? На этот вопрос ответит наша гостья в студии «Утро первых» Заведующий отделом обслуживания Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара Екатерина Зуева Екатерина, доброе утро, здравствуйте Доброе утро Вот вопрос, который сегодня остается актуальным Его оспаривают Кто-то говорит, что нет, наши дети читают Любят ли современные дети читать? Вы знаете, любить и не любить – это такой сложный вопрос Но то, что они читают – это однозначно Кто-то из них больше любит читать, кто-то меньше Но все равно они читают, читают по-прежнему Они любят яркие, красивые, замечательные книжки И если мы даже говорим об электронных книгах То электронные книги – это более уже когда старшие подростки А все равно печатное издание, оно никогда, наверное, не уйдет, не покинет нас Потому что оно завораживает Вот прям буквально на днях девочка, которая никогда не читала книги по истории Начала читать небольшие книжки Они тоненькие по объему, ей понравилось то, что книжка быстро заканчивается И вот буквально мама вчера пришла и набрала еще пять штук сразу То есть, значит, любит, и она, говорит, сидит и рассматривает еще иллюстрации То есть поменялся формат Если мы в свое время, в свое детство могли достаточно толстую книжку осваивать долго То теперь пусть книжки будут тоненькие, да, они быстро закончатся Но зато их можно будет прочитать много Да, конечно, это тоже большой плюс Потому что ребенку нравится, когда книжка закончилась Он такой молодец, его похвалят Это же тоже свой плюс Он смог, он справился, особенно первоклассник Когда вот родители берут толстую книжку Понятно, что он ее и за две недели не прочитает И за месяц, может быть, какой-то не прочитает А тут вот важен результат И это тоже стимулирует Это тоже как бы своего чтения Пинок такой волшебный Хорошее слово Но давайте будем использовать другого Как вовлечь и все-таки привлечь детей к чтению У вас есть действенные советы, которые помогут нашим родителям Ведь у них тоже нет этих инструментов Они не знают, как же все-таки не заставить, а полюбить ребенка книжечку Ну, конечно же, читающий ребенок – это прежде всего читающая семья И даже если в семье никто не читает То надо применять какие-то волшебные приемы Берете, например, самую яркую, красивую книжку, которая у вас есть И перекладываете каждый день Ну, если вы ленитесь читать Закладку, закладку яркую Ребенок говорит Мама, а почему у тебя закладка перемещается? Потому что когда ты ложишься спать, я читаю Чтобы дома вообще были какие-то издания книжные Пусть это периодические издания, журналы Пусть это будут книги яркие, красивые Все равно какие-то вот есть И опять же, вот всегда говорю мамам начальной школы Попросите своих детей, когда вы занимаетесь домашним хозяйством На кухне, готовите котлеты Готовите там, вот если ты мне прочитаешь У меня гораздо вкуснее все получается И ребенок сидит, читает То есть какие-то вот такие вот необыкновенные какие-то моменты Которые может придумать каждая своя семья Поощрительные моменты Читает ребенок, читает мама Ну и, конечно же, привезти в библиотеку Потому что в библиотеке работают специалисты Которые найдут нужную книжку вашему ребенку Это уже в более сознательном возрасте Вот приведу конкретный пример Моему ребенку пока еще до трех лет Ну скоро будет три И каждый вечер у нас завершается Папа, почитаем книжку Мы засыпаем под ней И даже утром он может попросить Давай почитаем книжку Вот есть некое опасение Когда ребенку станет уже 8, 10, а может быть больше лет Не продолжится ли такая же система Что папа читает или мама читает А ребенок слушает Слушайте, ну я так давно работаю в этой профессии Что я знаю даже семьи Когда дети уже подростки Мыли дома окна и говорили Мама, почитай мне Бывает, все по-разному Везде индивидуально Но все равно вот то, что... То есть мне этого не избежать Ну кто ж его знает А может быть, наоборот, полюбит книгу И будет читать сам И вам будет читать уже В каждой семье все равно все по-разному Давайте назовем свою тройку лидеров Свой топ у детей Книги, которые чаще всего спрашивают в библиотеке Или бы читать больше всего Знаете, назвать каких-то именно авторов Это очень сложно Но давайте мы, наверное, назовем так По отраслям знаний Прежде всего это сказки Какие-то сказочные школьные истории И книги о животных, о природе Назвать авторов очень сложно Назвать тематически еще как-то вот реально Сказки, природа И о своих сверстниках, о школьниках Если это школьники Но если это дошкольники, то все равно Они любят читать о детях Сегодня у нас день смеха Наверняка случались такие случаи Ситуации, когда вам Ну просто хотелось расхохотаться От того, к примеру, какую книгу Просит, не зная точного названия Или еще что-то происходило в библиотеке Да вы даже попробуйте сейчас угадать Я вот вам попробую загадать Например, у нас спрашивали Сын полкана Это сын полка Катаева А однажды нам звонили С соседней библиотеки И коллеги спрашивали Помогите У нас спрашивают Тополь в декабре, тополь в мае Мы можем найти просто о тополе А тополь в декабре, тополь в мае Мы найти не можем Мы долго все мучились В итоге оказалось Не можете догадаться, что это? Это севастопольские рассказы Толстого Может быть, это из-за того, что учительница по телефону задавала литературу? Ой, нет, вы знаете, к сожалению, они даже стоят иногда с листа читают Вот у нас еще был веселый такой случай, забавный Было бы смешно, если бы не было так грустно Но тем не менее, ребенок уже старшего класса приходит и говорит Мне нужна книга «Смерть возле Мухтара» Библиотекарь говорит, возле Мухтара нет А возле кого есть? Она говорит, ну, если библиотека решила пошутить И говорит, ну, если только возле Бобика Ну, давайте возле Бобика Вот, пожалуйста, вам все, что угодно А потом, когда мы Пушкина с детьми даже читаем Не обязательно книги спрашивают Читаем с детьми Пушкина Ребенок тянет руку Обсуждаем с ними сказку о царе Салтане Он говорит, там еще три девочки были Я говорю, какие девочки? Так у меня самой замешательств Три девицы под окону Он говорит, нет, что вы там, сватье, баба и бабариха Запомнил Да, запомнил А потом это «Лебедь чешется моя» Я говорю, что делает? Он говорит, чешется Я говорю, почему не чешется? Он слово не понимает, вот, пожалуйста То есть это курьезы, они каждый день Вот потом, знаете, даже у нас был случай Когда дети решили поинтересоваться моим возрастом Вообще с какой целью они интересовались Я поставила мультик В «Овка в 39-м старце» Один говорит, я его смотрела Я говорю, ничего страшного, я тоже смотрела Я много раз смотрела Я говорю, больше тебя смотрела, потому что я старше тебя Он говорит, сколько же вам лет? И тут голос такой зал Ну, 80 ей, наверное, еще нету Да, наверное, нет Наверное, 60 с чем-то То есть это каждый день, вот, знаете, приходит И хочется с ними смеяться, веселиться Это же так здорово Это заряд такой Откровение детей подкупает Спасибо вам огромное, что были с нами сегодня утром И спасибо за ту работу, полезную работу Которую вы делаете для наших детей Будем читать вместе И приходить в библиотеку Однозначно Вас ждем Друзья, ну а мы продолжаем Пришло время для событий нашего города Которые стоит посетить Их рекомендует Ена Копейкина На очереди блог «Собирайся, я заеду» Ну что, отличное время для того, чтобы спланировать выходные Так что собирайтесь, я заеду От души посмеяться 1 апреля приглашает Игорь Кумицкий Яркий актер Калужского драматического театра Талантливый режиссер Продюсер Автор идей многих успешно реализованных проектов И акций нашего города В этот день артист представит новую программу в формате домашних посиделок В кругу друзей и поклонников Кстати, артист признается, что творческие встречи Это одна из самых любимых его форм общения с залом Ведь только в такой камерной обстановке Можно поделиться с любимой публикой, сокровенным И ответить на интересующие людей вопросы А еще на встрече Игорь Кумицкий Познакомит вас с подробностями Нового спектакля «12 стульев» Который уже идет на сцене драм-театра И где артист сыграл главную роль Ну и, конечно, множество театральных баек Анекдотов, курьезных историй Из закулисной жизни Которая скрыта от глаз широкой публики Как Игорь Кумицкий готовился к роли Остапа Можно узнать на творческих встречах 1 и 2 апреля на сцене Дома музыки Причем 2 апреля актер готов встретиться с вами Дважды в 15 часов и в 7 вечера Какие ассоциации у вас вызывает слово «близость»? Трепет, тепло, волнение, родство душ? На этот вопрос предлагают ответить артисты театра и кино Андрей Чадов, Роман Маякин и Татьяна Арнгольц В спектакле «Близость» На сцене только трое Два лучших друга и она Запретная связь, которая становится началом совершенно новой жизни К чему это приведет? Предательство, ложь, обличение измены Или попытка найти счастье, которое нам всем так необходимо Но все имеет свой срок Любовь, дружба и даже одиночество И никто перед временем не в силах устоять Разве что рассказать историю в обратном порядке От финала к завязке Поможет ли это героям спектакля обернуть время в свою пользу? Узнаете в начале конца 1 апреля на сцене арены КТЗ в 19.00 Закончить неделю предлагаю под красивую, душевную, лиричную музыку прекрасной вокалистки Юты Артистка приезжает с акустическим концертом Сейчас она независимый артист в прямом смысле Продюсирует сама, не зависит от рекорд-лейбла и продюсерского центра Если вы не знаете, кто такая Юта, вы точно знаете ее песни Они играют на ведущих радиостанциях страны, в сериалах и кино Они узнаются с первых нот Их слова знает каждый Большинство из них по праву можно считать народными Спеть вместе с Юты можно в воскресенье 3 апреля на сцене «Бара-мажор» Планируем выходные уже сегодня Город ждет вас, собирайтесь, я заеду Далее в программе «Утро первых» Погодные сюрпризы Жители города Уичита в штате Канзас увидели паутину молнии София Свирина подскажет, куда дуют ветры перемен Почему географ глобус пропил? Как раз все очень сложно и просто одновременно Спас Лихобенский фильм по роману Алексея Иванова разберем в рубрике «Мотай на уз» Да забей Антон Носов о спорте без допинга «Утро первых» продолжается, друзья, на очереди новости 1 апреля не только день смеха, но и время для важных изменений в жизни россиян С этого дня в силу вступает ряд значимых законов Социальные пенсии проиндексируют на 8,6% Увеличение коснется 4 миллионов человек Составители региона отметили участие в акции «Вода России» и создание новых памятников природы Организаторы «Арстояние» обозначили тему этого года Она звучит так «Счастье есть» Фестиваль пройдет с 29 по 31 июля в Никололе-Нивце До 1 мая художники могут подать заявку на временный проект или коллективный перформанс Соответствующий теме фестиваля В результате конкурсного отбора можно получить грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта Ярмарки возобновляют свою работу в Калуге Сегодня и завтра уличная торговля будет развернута у сквера Ленина с 8 утра до 6 вечера Как всегда местные сельхозпроизводители представят свою продукцию Кроме того, в продаже будет и садовый инвентарь Дачный сезон не за горами Если вы сейчас держите в руках бутерброд, то знайте, он почти всегда упадет маслом вниз Это доказали австралийские ученые Физики всерьез занялись этим вопросом и провели ряд экспериментов В ходе исследования выяснилось, что при любой конфигурации бутерброд упадет маслом вниз Кстати, выводы экспериментов могут пригодиться в сфере транспортной и бытовой безопасности Сотрудникам региональных некоммерческих организаций предоставляется возможность принять участие в конкурсе журналистских работ Какие возможности открывает перед ними это событие, мы узнаем прямо сейчас у наших гостей В студии «Утро первых» сотрудник ресурсного центра «Инициатива» Алиса Литвин, алис, доброе утро Доброе утро Приветствую Давайте поясним для начала нашим зрителям, что такое, как расшифровывается аббревиатура НКО, я уже сказал Что такое некоммерческие организации и чем они занимаются в нашем регионе, чем они для нас полезны вообще Некоммерческая организация – это прежде всего организация, деятельность которой не направлена на получение прибыли НКО в нашем регионе оказывают помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Оказывают деятельность в самых разных сферах Это и культура, образование, наука, экология В том числе и просветительская деятельность, в том числе и общественно-социальные проекты, которые помогают людям То есть люди, которые делают достаточно полезную работу Теперь второй момент Вот у них есть свои дела, волонтерская деятельность, еще какая-то деятельность А тут журналистика Зачем создан этот проект в направлении журналистики и зачем им осваивать эту деятельность? Так как деятельность некоммерческих организаций прежде всего не направлена на получение прибыли Им необходимо где-то брать и материальные ресурсы для того, чтобы осуществлять свою деятельность И для этого существуют, во-первых, грантовые конкурсы Во-вторых, это средства, которые НКО могут привлекать из бизнеса, от меценатов и от филантропов И поэтому некоммерческие организации должны обеспечивать себе информационную открытость, чтобы наиболее полно отражать свою деятельность и привлекать эти средства То есть сегодня без пиара и без связи с общественностью вообще никуда не деться? Ну это 21 век, мы все так живем А в каких направлениях они могут подать заявки на журналистский конкурс? Какие проекты вы принимаете? Формат мы особенно не стали рекламентировать, надеемся на креативность сотрудников наших некоммерческих организаций Но в любом случае это будет информация, которая представлена в социальных сетях Она может быть в виде интервью, репортажа, видеоролика или может быть новостной заметки Какие площадки, по вашему мнению, сегодня наиболее актуальны для того, чтобы НКО могла себе рассказать и вообще заявить о своей деятельности, рассказать о своей работе? Ну, во-первых, это социальные сети, они по-прежнему остаются главным источником пиара и информации Но также я думаю, что СМИ это тоже очень достойный источник Вот, к примеру, пришли вы к нам в гости и рассказали А может кто-то из них додумается тоже прийти в студию утро первых Что ждет участников? Как вы им поможете? Какая помощь реально будет получена? Что они смогут с ней сделать дальше? Мы планируем для победителей нашего конкурса оказать информационную поддержку То есть, во-первых, мы на своих информационных ресурсах разместим о них информацию Во-вторых, планируем тоже сотрудничать с одним из телеканалов, чтобы НКО смогла рассказать там о своей деятельности И также, конечно, ценные призы и подарки тоже достанутся победителям А вот, к примеру, если есть группа людей, которая только создала проект по образованию НКО У них еще нет конкретной деятельности, но они хотели бы тоже поучаствовать в проекте Какой-то полезный опыт получить для себя и какие-то, в том числе, плюсы, которые вы сейчас озвучили Вот для них возможность будет предоставлена? Я думаю, хорошая идея будет сформулировать цель и миссию своей организации Если нет каких-то весомых достижений на данный момент, то всегда можно рассказать о том, чем эти люди хотят заниматься и какое добро они хотят нести в этот мир Если перейти к статистике, сколько примерно НКО действует в нашем регионе численно? Ну, по данным НКО, около полутора тысяч Около полутора тысяч А если мы говорим о журналистике, как чаще всего вы узнаете о них, о их существовании? Те же самые социальные сети и СМИ Все так Теперь о людях, которые будут определять лучшие работы в направлении журналистики Это наверняка компетентные специалисты, с которыми вы уже, может быть, поговорили А может быть, и после беседы со мной отправитесь дальше по кабинетам НИКИ разговаривать Кто будет представлять жюри? В жюри будут члены комиссии из Союза журналистов Это профессиональные журналисты, дипломированные журналисты, которые уже не первый год занимаются этой деятельностью Если я напрошусь, вы меня пригласите? Ну, если вы изъявите желание Замечательно Что нужно будет сделать участникам или еще не подавшим заявку участникам, какой порядок действий? Во-первых, как я уже говорила, необходимо разместить пост в социальных сетях Дальше добавить к нему хэштег конкурс НКО И последний пункт – это заполнить анкету и отправить нам ее на почту, куда вы как раз прикрепляете ссылку на этот пост Все очень просто Сколько времени продлится прием заявок, когда уже будет проведен сам непосредственный конкурс? Заявки мы принимаем до 30 апреля включительно, то есть у некоммерческих организаций есть еще целый месяц на работу И до 15 мая конкурсная комиссия будет оценивать работу и мы уже планируем подвести итоги конкурса Спасибо огромное, что были с нами сегодня утром Передаю всем вашим коллегам приветы, в том числе некоммерческим организациям, которые с вами активно сотрудничают Спасибо Друзья, а мы продолжаем, передаю слово моей коллеге Софии Свириной, на очереди блок «Ветры» Всем доброе утро! Самое время подвести погодные итоги этой недели На прошлой неделе мы с вами чувствовали приход весны из-за повышения температуры и солнечных дней И была уверенность, что зима отступила Но в понедельник произошло все – и снег, и град, и метель Зима сейчас преобладает на всей северной половине русской равнины В среду снегопад прошел даже в Калининграде В северокурильске 29 марта тоже свирепствовала сильная метель с порывами ветра до 30 метров в секунду Несколько сотен жителей города Анкорич на Аляске эвакуированы после того, как мощная лавина перекрыла автомобильную дорогу Специалисты предполагают, что высока вероятность схода еще одной лавины с огромной снежной массой Внезапные наводнения обрушились на небольшой городок в Испании Дома затоплены, имущество уничтожено Это самый сильный разгул стихии в этом столетии Власти оценивают последствия для зданий Жители города Уичитов в штате Канзас увидели паутину молний На кадрах видно, как сразу несколько зарядов поднимаются с земли и движутся вверх по небу Очевидец, который и снял это видео, отметил, что это был самый безумный удар молний, который он когда-либо сумел запечатлеть на камеру Пришел апрель и теперь интересно узнать, что он нам принесет Хотелось бы такого тепла, как на юге нашей страны В Сочи на днях было почти плюс 14 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 17 А в Крыму и на Кубани весна идет полным ходом, там стали распускаться цветы По прогнозам синоптиков в Калужской области, первая декада апреля отметится небольшими ночными заморозками В середине месяца наступят теплые солнечные дни Температура воздуха днем не опустится ниже 10 градусов со знаком плюс В ночное время ожидается плюс 4, плюс 5 градусов по Цельсию Ну а пока вы мечтаете о солнечной весне, я вам расскажу, какая погода нас ожидает в ближайшие выходные В субботу 2 апреля ожидается переменная облачность, сильный снег, возможен гололед Ночью минус 2, минус 1, днем минус 1, плюс 1 градус В воскресенье 3 апреля в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность и снег Ночью минус 3, минус 2, днем 0, минус 2 Вот такая погодка, пока-пока Фильм географ Глобус Пропил завоевал множество кинонаград Стал триумфатором премии Кинотавр, в том числе премии Ника, не путай с Ника ТВ Но даже Константин Хабенский не тронул сердце автора рубрики «Мотай на ус» И сейчас мы узнаем, почему Для кого-то важнейшим из искусств является кино Для кого-то книги Если у книги есть экранизация, то, конечно же, нас всех тянет их посравнивать Этим мы и займемся сегодня в рубрике «Мотай на ус» Мы продолжим с Игорем Ксенофонтовым обсуждать книгу «Географ Глобус Пропил» Доброе утро! Доброе утро! Мы, естественно, понимаем, что в фильм не может войти вся книга целиком Поэтому мы выкидываем линию прошлого Виктора Слушкина, выкидываем еще какие-то важные детали И в итоге, ну, вроде как, приличная картинка получается Картинка приличная, но ситуация, наверное, заключается в том, что Эту приличную картинку определяют совершенно великолепные уральские пейзажи Реки, горы и так далее Там можно было вообще ничего не снимать Просто ходить с камерой И это было бы прекрасно Поэтому у меня ощущение, что где-то иногда Мелькающие на фоне вот этих великолепных, так сказать, видов актеров Они немножко лишние, да? Потому что тут уже все изначально выстроено Вот, нет, у фильма тоже есть свои, я думаю, что поклонники, да? Вот, кто-то любит Хабинского, кто-то еще что-то любит Вот, но вопрос заключается в том, что книга Иванова «Географа Лоуспропил» Она имеет очень мало общего с тем, что получилось на экране Это другое произведение Вот, в нем пропала глубина, в нем пропала целость В нем пропал действительно вот момент, когда сам Слушкин начинает рассказывать О вот этом странном походе В нем, ну, мне действительно не хватило вот этих флешбеков Потому что вообще, мне кажется, не надо было осовременивать сюжет И надо было оставить все-таки Слушкина советским школьникам, да? Потому что очень многое из того, что с ним происходило, потом отзывается сейчас здесь И все-таки на экране не 90-е, а уже 10-е, да? И все благополучно И нет той остроты, как бы того накала, который был в 90-е Когда, собственно, и происходит действие романа Сейчас мы с вами должны поговорить о любви Ну, ведь это же всех интересует, правда? А любовные терзания Виктора Слушкина, они начинаются еще до школьницы Маши Которая наверняка сейчас всех заинтересует еще больше Почему у него все так сложно с... Не то, что дон-жуанским списком А со списком возможностей и невозможностей И невозможностей Я думаю, что тут сложно немножко не то слово У него как раз все очень просто Все очень просто, потому что тот круг, в котором он оказывается Да, это круг его ближайших друзей Вот, это люди, ну, мне вскидумается, потенциально одинокие И люди, умечтающие о любви Но люди, не находящие ее И заменяющие вот эту потребность Ну, будем говорить, откровенно физиологии, да? Вот, это первое С точки зрения Слушкина, наверное, да? Вот все эти физиологические аспекты любви Они, может быть, и важны, но он-то однажды формулирует Представление любви очень здорово, как мне кажется, да? То есть никто не должен являться залогом ничего счастья, да? Не я, чьего-то счастья, не кто-то моего, да? Но при этом я должен любить и должны любить меня И нам всем должно быть очень-очень хорошо Вот, то есть речь идет о том, что С точки зрения Слушкина Любовь это то, что действительно не просто соединяет людей, да? А то, что позволяет им увидеть себя, обрести Вот там есть совершенно замечательный момент Когда конфликт с женой, это понятно, да? То есть она срывается на Слушкине Потому что он испортил ей жизнь Потому что там куча всяких разных идет моментов, да? Но когда она вдруг слышит, что он разрывается от любви Она говорит, а кого ты любишь-то вообще, да? Вот, Болтун, легкомысленный человек Который не может обеспечить там семью толком, да? Найти работу и тому подобное Ну как от любви к кому, да? К тебе, к Будкину, к Тате, к Пушкину, ко всем Вот, то есть, понимаете, вот Виктор Сергеевич Он вдруг становится каким-то сердцем мира Вот его биение, этого сердца, да? Это и есть ритм, в котором пульсирует все И когда мы понимаем, что Ну вот с точки зрения, допустим, морали, да? Вот есть жена, с которой сложное отношение Есть друг, который полюбил жену А она вроде как полюбила его Вот, ну что мы сейчас будем играть-то в какие-то эти самые игры? Мы взрослые люди, ну и будьте вместе, будьте счастливы, ради Бога, да? Вообще какая-то дикость происходит, да? Отдает жену другу Кира Валерьевна замечательно говорит На, ты ж какой ты, Слушкин, молодец, да? Да вот, и мне нос утер, да? И жену другу отдал, и другу, и так далее И сам еще и в шоколаде, как бы, да? Он говорит, не надо из меня Макеавелли делать Это не я, это не он, да? Пусть всем будет хорошо Вот хочется вам так, ну пусть будет так, да? Он действительно иногда выступает с точки зрения какого-то теурга Он действительно словно разрешает всему случиться так, как оно должно произойти Он ничему не противостоит, он никуда не вписывается, он ничего не пытается скорректировать Да? Вот Такой, знаете, вот какой-то абсолютно открытый для мира, в котором он создал творец Разрешающий своим творением экспериментировать Хотите так? Давайте попробуем Но подождите, там же есть еще другой мотив Ведь Виктор Сергеевич Слушкин не может быть примером для своих учеников Из-за своего аморального облика, скажем так, с точки зрения большей части общества И тем не менее, в том, что касается любви Он же сам чувствует, что, а может быть, я как раз их научил любви Потому что любить курорты просто А попробуй вот полюби вот эту вот непогоду Да, уральскую природу, эти реки еще, так сказать, только-только Да, легко любить Херувима, а ты попробуй полюбить вот этого Слушкина Ну, понимаете, вот попробуй полюбить, да, ведь нельзя попробовать полюбить Можно либо любить, либо не любить, это во-первых, да Во-вторых, то, что происходит у Маши, в Маше, вернее, да И я не думаю, что это любовь в полном смысле этого слова Здесь есть какой-то вот такой вот юношеский микс из увлечения учителем Из вот действительно какой-то его недоступности, отдаленности, возвышенности и так далее Нет, она много всего в нем видит, да Но вот убей бог, когда начинает ему говорить Зато он, Виктор Сергеевич, ну что же вы пьете-то, да Ну вот как с вами хорошо вот так сидеть, смотреть на небо, служить Хорошо, ну вот а в чем вместо этого в таком вот виде, да Ну как он ей может объяснить, что он в такой вид переходит именно потому, что Он не может высказать то, что он чувствует к ней и к миру, ко всему окружающему И все это его переполняет, и, видимо, не находя выхода, оно в какие-то иные формы сублимируется, да То есть в том-то все и дело, что он ведет Машу по пути обретения абсолютной любви Да, то есть давай мы с тобой вот отрешимся от всех вот этих вот стереотипов, стандартов, рамок этих фреймов И обретем вот то высокое чистое чувство, в котором мы будем с тобой счастливы Вот, если бы на месте Маши была, наверное, взрослая женщина, она бы это почувствовала На месте Маши все-таки, ну, подросток, да Какая бы она была хорошая, умная, добрая, светлая, красивая, да Но она еще не способна это понять, оценить, поэтому она просто плавно-плавно от него уходит Вот, и та вот золотая пустыня единочества, о которой грезит Слушкин Это тоже, в общем-то, то пространство, которое осенено любовью и которое любовь питает, я думаю, да И он как раз движется сюда совершенно уверенно И есть вопрос Мы в прошлый раз говорили с вами о том, что в части, которая называется «Вечное влечение дорог» Мы вдруг переходим с третьего лица на первое лицо Почему финал романа, он снова написан не от первого лица, а со стороны? Я думаю, что тут как раз все очень сложно И просто одновременно, потому что не думается, что Виктор Сергеевич, прошедший свой путь, да Он утрачивает, наверное, право говорить от первого лица Начинается, ну, я, может, сейчас скажу крамольную мысль, да Но слово творца, слово истины, да, оно, в общем-то, транслируется кем-то, да А он сказал, а он решил, а он сделал, да И вот Виктор Сергеевич, он в этом смысле уже выходит с уровня какой-то бытовой реалистической фигуры На уровень фигуры условной метафизической То есть, понимаете, что произошло за эти несколько дней похода Ведь ушли в поход, ну, откровенно, какие-то такие вот неопремененные, если не интеллектом, да То глубоким духовным содержанием ребят в поход, да Вернулись не просто люди, отравленные дорогами, реками, путешествиями, да Вернулись, вообще-то, повзрослевшие люди, вернулись взрослые, да И Слушкину больше делать нечего здесь Он уходит, он уходит, он превратил или помог им превратиться вот в тех, кем они стали, да И дальше он должен исчезнуть Сам Слушкин – это такое, ну, наше архетипическое представление, ну, наверное, о Есенине, да То есть, он такой весь поэтичный, ходит, гуляет И, кажется, несется куда-то в направлении гостиницы «Англитер» Но не будет у Слушкина никакого «Англитера», потому что он ходит, он тычется во все места, которые напоминают ему только о прошлом А где будущее Слушкина? Получается, что вообще нету? Вы понимаете, в чем все дело? Дело в том, что ни у кого из нас нет будущего Я сейчас объясню, в чем дело, это не некая такая фатальная формула, да Вот, то есть, наше будущее, оно рождается в нашем настоящем То есть, понимаете, вот мы с вами когда-то говорили про Чехова, да И вот как раз момент сознания национального, да, вот нам очень приятно вспоминать И нам очень любим планировать Вот, поэтому существуем между прошлым и будущим При этом он для нас настоящий – это переходный какой-то момент, в котором мы либо вспоминаем, либо планируем Я очень боюсь как бы заглядывать дальше тех пределов, в которые нас пускает автор Вот, Иванов закончил здесь, да, и мне кажется, что, наверное, размышление о возможном будущем, оно, ну, не совсем корректно по отношению к авторскому замыслу Мы можем представить, что будет дальше в романе «Преступление и наказание», можем даже, условно, представить, что будет дальше в рассказе «Чехова дама с собачкой», но нам невозможно представить, что будет дальше с Виктором Сергеевичем, Слушкиным, потому что его путь завершен, его дорога закончена, его душа обретена Поэтому, ну, я не знаю, может быть, золотая пустыня, одиночество – это, ну, если и не смерть, да, то, может быть, это и есть тот самый метафизический переход, вот ту самую вечную пустоту, да, сияющую, зияющую, какую угодно, да, в каком-то буддийском смысле этого слова Вот, может быть, сейчас этот переход и совершается Ну что ж, не хочется заканчивать с вами разговор, но, тем не менее, надо И, кстати, один из литературных критиков сказал, что «Географ Глобус Пропил» – это как раз тот роман, когда «Доживем до понедельника» встречается с понедельником, который начинается в субботу В субботу, да Поэтому мы можем с полной уверенностью и с уважением к классикам сказать, но это совсем другая история Спасибо вам большое Спасибо большое Увидимся еще в рубрике «Мотай на ус» Ну и с вами тоже увидимся Читайте хорошие книги Всем привет! Сразу, без лишних слов, вы еще считаете, что девушки не умеют играть в футбол даже после этого? Продолжу футбольную тему Мечта любого отца – вырастить из своего ребенка звезду спорта У игрока мадридского Реала это получается и папка радуется каждому забитому мячу Для одних попадание на чемпионат мира – это праздник, вот сборная Уэльса уже вовсю отмечает Но есть и те, кто пропустит главный футбольный турнир и будут так же грустить, как этот преданный болельщик Перехожу к новостям от наших родных калужских спортсменов Елизавета Губина и Арина Режнова выиграли первенство России до 20 лет по пляжному волейболу Важна не сколько в плане обыграть соперника, а в плане сыграть чисто свою игру Мы еще очень далеки от идеала, очень далеки от хотя бы 50% чистоты, которую хотелось бы видеть на игре Первый бой в профессиональной карьере – сразу победа Егор Фральцов из Кирова выиграл бой против Батержона Закирова из Казахстана техническим нокаутом В первом раунде заигрался, опустил руки, пропустил боковой удар Но я бы не сказал, что он был сильный, но он был видный, так скажем А так, я считаю, что я выиграл за счет серийности, силы и выносливости За счет выносливости я его пережал, конечно И еще одна победа в областном дерби В любительском баскетболе в финале играют Обнинск против Калужских этажей Первая победа в серии за Новокоградом С этой командой нам всегда тяжело играть Я считаю, что, как обычно, принципиально сложно и тяжело На этом на сегодня все, увидимся через неделю И нам пришло время прощаться Надеемся, что прошедшие два часа были максимально полезными и информативными для вас, уважаемые зрители Напомню, что сегодня день необычный, день смеха, 1 апреля Поэтому постарайтесь что-то придумать для своих родных и близких Чтобы поднять им настроение в хорошем смысле Итак, мы прощаемся с вами всего лишь на выходные Встретимся в будни с 7 до 9 С вами был Юрий Глайн Но еще очень важная информация Вот на выходных вы увидите Лучшее за неделю Это для тех, кто, ну, к сожалению, не может просыпаться так рано, как программа «Утро первых» Итак, ждем «Утро первых» лучше за неделю и встречаемся в будни С вами был Юрий Глайн До скорых встреч Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»